Она человек сильный. Она очень азартный человек и увлекающийся. Ксюша удивительный человек, искренний и очень быстрый. Она всю себя отдает каким-то продвижением чего-то для особенных детей в сфере образования, в сфере медицины. Я Ксюшку хочу только поздравить с тем, что она тратит больше времени сегодня, чтобы спасти и помочь, чем прославиться и заработать. Сегодня в программе жена, актриса, учредитель, создатель фонда «Я есть». Соучредитель. Соучредитель фонда «Я есть». Дочь актёров Ирины Алфёровой и Александра Абдулова, жена актёра Егора Бероева, невестка, актриса театра Моссовета Елена Бероевой. Мама. Мама дочери Дуни Евдокии. Я поняла, Евдокии, да. Ксения Алфёрова. Я всё правильно сказала? Когда человек родился и вырос вот в таком цветнике знаменитостей актёрских, наверное, это очень счастливая участь. Простые зрители наши смотрят. Им кажется, что это счастье. Да, и вот такое количество. Нет, это безусловно нет. То есть если бы это было просто цветник, и к нему не прилагалось бы огромное количество любви, тогда это было бы несчастье. Мне кажется, что просто счастье ребёнка зависит от того количества потраченного на него времени. Неважно, кто у тебя мама, продавец, уборщица или звезда экрана. Сильно подозреваю, что продавец или уборщица больше времени тратят на свои детей, чем звезда экрана. Вы закончили юридически. Как раз тогда, по-моему, мы встретились первые. Первое образование у меня, да, юридический. Да, 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 юридический. Даже работали в адвокатском бюро. Большой юридической фирме английской. Большой, извините. Которая входила в пятёрку мировых фирм. Но это не помешало вам оставить большую фирму, которая входит в пятёрку, и поменять резко свою жизнь, вы стали актрисой. Закончили школу-студию МХАТ, но и это не всё. Теперь вы действительно удивительно самоотверженно занимаетесь благотворительностью, и практически, как я понимаю, вы отказываетесь от ролей для того, чтобы посвящать себя этому. Вот вы себя всё время ищете, что ли, до сих пор? Или вы себя уже нашли? Ой, никогда не говори никогда. Это может быть не недостоинство, а недостаток, наоборот. Может быть, я слишком поверхностный человек. А может быть, вы ищущая. А может быть, вы всё время ставящая эксперимент на себе. Сама на собой. Вот эти эксперименты, они от неуверенности в себе или от незнания себя? Ну, вообще, я человек в себе, то есть, с самооценкой до недавнего времени было всё совсем не в порядке. Ну, то есть, она такая достаточно низкая всегда была. Почему? Не знаю. Нет, в детстве она была в полном порядке. В детстве мне мама говорила, когда я проходила, бегаю, что-то делаю, потом раз, вдруг себя в зеркале поймаю, какая же я красивая, там и дальше бегу. И мама говорит, хоть бы день так пожить. Вот с таким ощущением себя, красавица. Ну, а потом, видимо, подростковый период, ещё что-то, ещё что-то, и как-то она закончилась. Потом я понимаю, как-то всё встало на свои места. А вот не так давно встала на свои места, мне кажется, как раз в том момент, как я стала заниматься фондом нашим. Я думала, что в связи с любовью, с замужеством, оно не должно быть. А, ну, может быть, я как-то про это даже не подумала, если честно. Ну, давайте тогда разбираться, как вы пришли к этому пути. Хотя вы сами сказали, что вы никогда не говорите «никогда». Так. Начинаем первую главу. Вот это те люди, которые будут говорить о вас. Начнём всё-таки, наверное, с мужа, Егора Бероева. Правда, он говорит достаточно коротко. Он сказал, что я говорила очень сухо. Он мне сказал. В общем, есть в этом правда. Почему, кстати? А вы знаете, у нас есть такое какое-то общее убеждение, что это дурной тон говорить. Ну, не то чтобы хорошо, но как-то хвалить своих родных. Нет, я понимаю, что говорить плохо о своей жене или о своём муже, это дурной тон. Это точно дурной тон. А говорить хорошо... Я думала, что его просто подловили в тот момент, когда он очень устал. Но тем не менее. Да, мне интересно, что же он сухо такое-то сказал. Я вижу, что Ксения очень точно знает, куда она идёт. И я вижу это на протяжении нескольких лет. Она отказывается сниматься в сериалах, сознательно это делает. И она вот как-то поддаётся какому-то вот движению, какому-то стороннему движению её вот в направлении общественной работы. И я смотрю на неё, и она делает вполне сознательно. Она человек сильный. И её желание сделать что-то вот для своей страны вот в той стезе, которую она выбрала для себя, оно очень-очень зрелое. Вот так вот. Сухо, но точно. Вот всё, мне салфеточка нужна. Вот так вот. Ну да. Чего ещё хотелось бы услышать в этот момент? Ну это уже мне дом расскажет, да-да, какие-то другие. Слушайте, вроде он как-то так сдержанно сказал, и вдруг это вас... Почему это так вас... Не знаю, просто. Я часто рыдаю, хочу сказать. Когда мне говорят, что-то хорошее, он хорошо же сказал. Но он часто говорит хорошее. Ну вот видите, лучше не говорить. Ну вообще как-то хорошо ко мне относится. Но он больше делает, чем говорит. Я себя часто останавливаю, потому что когда я там что-то не буду... Я не про это. Скажи, скажи. Да, почему вы так реагируете на это? Потому что я такой самокритик, поэтому мне когда говорят, мне сразу... Я хорошая. Вот. Типа всё правильно делаю. Это очень похоже на меня. Вообще, Ксения, ведь законы в кино, вернёмся к программе, они очень жестокие. Ты не снимаешься, тебя забывают. Забывают режиссёры, забывают продюсеры. У меня такое ощущение, что вы внутренне в какой-то момент вдруг слегка освободились от этой актёрской зависимости. Меня это жутко волновало какое-то время назад. То есть когда не звонят, не приглашают. У меня прям такой... Помню, у меня был период какой-то прям, когда я так переживала. Думаю, ну как же так? Ну если бы меня хотя бы на пробу приглашали. Ну то есть и не утверждали. Тогда бы я понимала, ну как бы, ну меня же зовут, а тут как-то никто не зовёт. Это тяжеловато. Ну вот, наверное, год назад это как-то, когда вот совсем как-то я поверила и почувствовала в том, что я делаю то, что я делаю, это правильно. Ну для меня. О вас говорит ваш друг, скрипач. Лёша. Алексей Лундин. Мне кажется, Ксюша очень флейта подходит. Чистый звук. И с одной стороны он как бы холодный, с другой стороны невероятно привлекательный. Большие технические возможности у флейта. Они могут в очень высокие регистры уходить и быстро-быстро играть. В общем, прихотливую музыку. Поэтому, мне кажется, флейта ей в общем подошла. Он мне просто говорил на дне рождения, но более, он видимо застеснялся, более, ну более таких тёплых и красочных что ли выражений. Но вы флейта действительно? Не знаю. Вы холодная, как он говорит? Вот это мне странно было слышать. Мне странно. Мне говорил другие слова. Вы действительно можете играть прихотливую музыку, как он говорит? А если это желание вот такой прихотливой музыки, я, конечно, в кавычках говорю, оно исходит от вашего любимого мужа Егора Бероева. Вы готовы играть эту музыку, то есть подчиняться ему беспрекословно? Если бы меня 15 лет назад спросили, когда мы только 14, когда мы познакомились, я была очень сильно я сама. Ну, как бы такая нормальная, современная такая женщина, я сама, мы на равных. Но это путь в никуда в семейной жизни, потому что всё-таки жена должна быть за мужем. И ты не на равных ни в коем случае. Ты за, и ты там, наверное, чуть ниже, и в этом нету ничего унижающего твоего достоинства или ещё что-то. Когда ты на равных, то ты всё время борешься. Он мне всё время говорил, он говорит, зачем ты со мной борешься? Ты заранее в невыигрышном положении, потому что это моя территория мужская. Слава богу, если рядом мужчина, который берёт на себя мужские достоинства. Это правда. Я говорю, что мне повезло, поэтому я... И в этом тоже. Но вообще, ещё раз возвращаясь к флейте. Флейта – это всё-таки соло. Она плохо сочетается с другими инструментами. Вы солистка? Да. Вы одиночка, Ксения Александровна? Мне сложно, да, я должна солировать. В деле особенно. Именно всё, что касается этого дела. Ну, вы нуждаетесь в аккомпанементе? Я нуждаюсь в поддержке. Теперь ещё один человек, вам очень близкий, которого вы называете своим крёстным отцом. Леонид Ермольев, друг вашего отца. Ну, с детства я с ним, да. Слушайте. Исследуемый объект Ксении Алфёрова, я её знаю с вот такого возраста. Она абсолютно копия мамы. Абсолютная. Но главным затейником жизни, её праздничности, её сути, расставления акцентов, что важнее сегодня, а что будем делать завтра, и что мы не успели сделать вчера, всегда был Сашка. Это правда? Конечно, вот внутренний моторчик, энергия, если хотите наглость, отчаянность, небоязнь рисковать – это от Сашки, безусловно. Она очень азартный человек и увлекающийся, но я думаю, что взрослее, умнее, умнее – это глагол, набивая шишки, приобретая опыт, она понимает, что в этой жизни доставляет больше удовлетворения и радости. Потому что 90% людей, занимающихся нашей профессии, это в основном поиск удовлетворения собственного тщеславия. Она умничка, потому что если ты понимаешь, что у тебя есть силы, время и возможность приносить добро и помогать, то это и есть, может быть, самое главное человеческое качество. Ну, трогательно говоря. Да, да. А слёз не вижу. Я выпила водички в процессе. Я же как должна контролировать себя, что я буду, да, тут у вас сидеть. Да. Ксения, но ведь биологически вы дочь болгарского дипломата Бойко-Гюрова, да, так я понимаю? Вот голос крови, другой крови, южной крови, болгарской, вы иногда в себе ощущаете? А вы знаете, дело в том, что Бойко и папа, Бойко и папа, это в смысле Александр Гаврилович. Да, 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 они невероятно похожи, у них даже на зодиака одинаковый, поэтому тут как бы, видимо, гены соединились с тем, в чём я выросла, вот в этой безумной энергии там папиной. Нам-то как раз папа была очень интересна всегда. Я спросила вас про родного отца, а вы опять рассказываете. Я же выросла, ну это же естественно. Это естественно. В каком возрасте вы узнали, что всё-таки Александр Гаврилович не ваш родной отец? Вот это, как вы это воспринимали? А это нет, это я сама, мне бы никто не рассказал, это я сама додумалась, что называется, у меня вдруг 16 лет. Ну то есть всё равно есть какие-то проколы всегда, какая-то фотография, которую ты где-то увидела или ещё что-то, и дальше у тебя, ну какие-то ещё вещи, когда у тебя... Они накапливаются, и вдруг пазл в какой-то момент не складывается. И я маму посадила, спросила её, она мне там всё рассказала, у нас принято с мамой всегда было разговаривать, она мой такой друг близкий. И всегда мне всё объясняла долго, подробно. И она мне там, потому что я не могла понять, зачем, ну что зачем, был бы и один, и другой. Она говорит, ну мне вот не хотелось как бы у тебя раздвоенности. Ну что, я не ездила туда, а вот у меня есть один папа, а нет второго, грубо говоря. Мне захотелось встретиться, я увидела, там поняла, что я внешне очень похожа. Когда я встретилась с Бойко, я многое про себя поняла, и вообще-то необходимо... С Бойко, не с отцом, а Бойко. С Бойко, да. Нет, ну как, если ты всю жизнь папу называла одного, то тебе сложно называть другого, хотя очень хочется. Теперь уже я понимаю, что это очень важно. А вы с ним видитесь? Вот у нас как-то, у меня сестра есть там чудесная, Аня, у меня есть брат Стоян. И мы как-то одно время ездили, когда Дуня была маленькая, а сейчас что-то как-то мы... Но расстояние достаточно тяжело, я не очень умею это. Вам это знание, оно вам было трудно пережить его? Или это наоборот, ещё больше сблизило с отцом? Я имею в виду Александра. Нет, у меня вот такой характер, я за папу переживала очень сильно. А папа переживала? Но мне казалось, что ему это как-то будет... Ну вот, я пошла ему скорее рассказывать про то, что ты мой папа, что ничего. И просить, чтобы я говорю, пойдём, давай ты меня удочеришь. А он действительно очень переживал этот момент? Как вам кажется? Я знаю, он как-то, ну он, наверное, напряг всё, что называется, и я ему как-то объяснила, что... Что он отец. Ну что ничего, да, что ничего не поменялось, и что от этого знания... Так вот, всё-таки вы больше папина дочка, я имею в виду Александра Абдулова, или мамина Ирина Алфёрова? Мне даже странно, мне говорят, что я похожа на маму, мне это немножко странно, потому что мне кажется, что мы абсолютно очень разные люди с ней, категорически разные. Не в том смысле, что мне не хотелось бы быть на неё похожей, там, голос у меня на неё стал похож, и мне это нравится. Ну такие низы красивые появились, ну как-то какие-то такие женские, потому что я раньше громко очень где-то здесь разговаривала. Ну как бы много того, чего там, мне мягкости, может быть, не хватает, чего мне хотелось. То есть всё-таки вы больше папина дочка, я понимаю. Мне кажется, однозначно, я вот в болгарско-абдуловское туда как-то больше. А почему вы не взяли фамилию Абдулова, а стали Салфёровой? Так у меня официально вообще я Гюрова, если честно, по документам, и всех же ей была. И сейчас вы Гюрова? По документам, да. Не Бюроева теперь? Нет, это мой псевдоним, потому что это та фамилия, с которой я выросла, это всё-чуть запутанно, какая-то Санта-Барбара получается. Поэтому все знают, меня как Синья Алфёрова, и в общем, прекрасно. У мамы очень красивая фамилия, и она сама вообще красавица. Быть вот дочерью красивой очень женщиной, я уж не говорю о том, что известные актрисы, это всё-таки сложная участь? У меня, вот когда я была подростком, мама даже про это не знала, я маме это не так давно рассказала, она страшно удивилась. У меня был период, когда вот есть такой период, когда ты гадким утёнком становишься, когда руки, ноги длинные, и тебе кажется, что это какая-то не такая, категорически не такая. И вся какая-то ужасная. Я, когда мы куда-то собирались идти вместе, там, втроём ли, вдвоём ли, я жутко переживала, я так готовилась, одевалась, там, причёсывалась, потому что я очень переживала, что скажут, вот у такой мамы, вот у такой красивой мамы такая некрасивая дочка. Послушайте, вы же всегда были очаровательны и ребёнком. Я вам говорю, ну это подростки, но это же сложно объяснить подростку. Наверное. Вы с Егором сняли фильм, который я видела. Фильм очень необычный, талантливый фильм о вашем отце, Александре Гавриловичу, Абдулове. И в нём ваша мама – цветочная фея. Она цветочная фея, потому что это сказка, или же потому что мама когда-то в детстве вам казалась таким каким-нибудь существом эфемерным, отдельным. Нет, просто моя мама для меня всегда была над, она всегда немножко над нами всеми была. Может быть, потому что вы мало общались с ней, в общем-то? С мамой? Да, в детстве, я имею в виду в детстве. Нет, ну как, я, то есть я жила технически, что ли, до 7 лет с бабушкой в Новосибирске, но всё время меня там… Ну технически, да. …сё лет я проводила с мамой, и меня часто привозили. До 7 лет – это, в общем, большой срок, понимаете, это большое время. У меня как-то мама в этом смысле, она такая курица-наседка, то есть она должна всё время контролировать, как и что, и почему, и поела ли, и попила ли, и здорова ли. Она такая стопроцентная мама в этом смысле. Она до сих пор для вас всё-таки фея, или как-то роли с годами поменялись, и вы теперь больше подруги? Или всё-таки мама-дочь? Нет, мы мама-дочь. Мам надо беречь. То есть подруге я могу рассказать какие-то вещи, а маме зачем? Я как-то её берегу в этом… А почему всё-таки вот до 7 лет, вы говорите, вы жили, насколько я понимаю, в Новосибирске? Я жила в Новосибирске, потому что мои родители жили здесь, в комнате, в общежитии, не в квартире, а вот в такой комнате. Одна комната была, и там такая двуспальная кровать стояла, и больше там не было и такие по бокам коробки, больше туда ничего не помещалось. Это Саша был уже, Абдулов, да? Да, конечно, с трёх лет. И, ну, то есть, грубо говоря, мне некуда было даже кроватку поставить. Вот, а потом… И вы это хорошо понимали или всё равно? Да нет, ну, как ребёнок, может, конечно, ему хочется быть с мамой и папой. Поэтому, наверное, ну вот, то есть, это как бы уже такой психоаналитический момент. Сейчас можно анализировать и докопаться, и начну рыдать или ещё что-нибудь, наверное. Ну, может быть, поэтому я там до полутора лет сидела с ребёнком и, опять же, сознательно отказывалась от всего, кроме театра, потому что я понимала, что это важно. Ей, чтобы я была всё время рядом. Вы тогда немножко обижались на маму, расстраивались? Я обижаться… Это у меня, как это, у меня такой отсроченный подростковый в том числе период. Это было, может быть, не так давно, года три назад, как раз, когда я увлеклась психологией, и там я пошла к психологу, вот мне всё рассказали, оказывается, как надо было, а как не случилось или ещё что-то. И вот я стала там, говорю, мама, а почему ты то, а почему ты не это? И вот она мне там всё это объясняла. Что это же всё делалось из любви, то есть им казалось, что так лучше для ребёнка. Потому что когда я с мамой разговаривала, она говорит, ну, мне казалось, что так для тебя лучше, потому что здесь ты как бы, нас нет, мы приезжаем, и ты там будешь. А тут ты одета, будто в тепле, в любви всё время находишься, поэтому я её, в общем, очень хорошо понимаю, поэтому я как-то уже не обижаюсь. Ну, поэтому сидели до полутора лет со своей дочкой. Уже не обижаюсь. С таким удовольствием. Просто мама, она актриса, вот она действительно стопроцентная актриса. Я не актриса, вот в таком понимании этого слова. Но всё-таки, если говорить честно, вот это вот детское чувство одиночества, оно чуть-чуть присутствовало до того момента, пока вы не соединились, пока не появился уже конкретно в вашей жизни Александр Абдулова, папа. Просто я правда, мне это... Думаю, как-то появился практически сразу. Нет, когда вы стали жить все вместе. Мне было года три, что ли, когда я... Первый раз, когда я его увидела там вот в таком возрасте, я сразу потянула к нему руки и сказала «папа». Поэтому в этом смысле у меня папа был всегда. О вашем папе рассказывает его друг Леонид Гермонник. Конечно, он относится к категории городских сумасшедших. Но это те городские сумасшедшие, которые делают нашу жизнь цветной, а не заурядной, серой, бытовой и суетливой. Надо ко всему прибавлять слово «праздник». Это могло касаться починки входной двери, это могло касаться ребенка, это могло касаться жены, это могло касаться спектакля, это могло касаться выпивки, чего угодно. Она невероятно счастливый человек, что у нее был такой замечательный отец. Все всегда было исключительно. Все остальные дети могли всегда только завидовать Ксюше. Он лучше всех учил, он лучше всех советовал, он лучше всех вмешивался в ее жизнь. Вы знаете, у меня просто пазл сложился идеально. То есть, грубо говоря, если бы у меня не было такой мамы, а был бы только такой папа, то, наверное, я бы точно не занималась тем делом, которым я сейчас занимаюсь. Потому что я не очень верю в знаки зодиака, но есть такие все равно типологические особенности. И вот, например, мой знак зодиака, он очень поверхностный, как и папин. Это воздух, мы близнецы, и мы так. Мама человек очень глубокий, очень такой переживательный. И поэтому она, видя, очень мудрый человек, очень тонкий, она меня заглубляла сознательно. То есть это была такая ее цель стратегическая. Вот это вот желание самосовершенствования, недовольства. Это от мамы. Мне кажется, это, наверное, как бы все вместе. Но Леонид Исаакович говорит о том, что главным учителем, главным советчиком, как ему казалось, был отец. Нет, он не прав. Он не прав. Была мама, да. Папа, он слишком... он для всех был. Мне, конечно же, его было достаточно, потому что, ну, как бы, а что еще надо ребенку? Берут тебя куда-то все время. То есть вы его не ревновали к тому, что помимо вас... Нет, мне его хватало. Это маме его не хватало. Мне это как раз за кулисы, театр. Тебя куда-то таскают все время куда-то. Там жизнь бурлит кругом. Может быть, это потому, что жена и дочь смотрят на мужчину по-другому. Конечно. Или мужчина смотрит на дочь и жену совершенно по-разному. Разные потребности, я думаю, просто у жены и у дочери. То есть для меня это игра и праздник, и этого было... То есть вам вполне хватало. В избытке. Просто в избытке. А у женщины необходимое ей личное внимание какое-то, поэтому... Ваша мама в одном интервью, уже не в вашем фильме, а просто сказала, я процитирую, чтобы не ошибиться. Мне вообще нравятся мужчины, похожие на Грея из «Алых парусов», которые способны удивлять, дарить мечту, предвосхищать желания. Вам тоже нравятся такие мужчины? Папа был таким? Я думаю, да. Ну, папа точно был таким. То есть это могут быть «Алые паруса» в таком глобальном каком-то варианте. А может быть, они какие-то маленькие бытовые вещи, но из которых складывается твое, собственно говоря, женское счастье. Ну, какое-то, не знаю, чувство уверенности. Ну, папа давал это чувство уверенности? Кому? Маме. Это надо у мамы спросить. Вы задаете вопрос, потому что вы только что сами сказали, что мама и дочка – это разные вещи. Но, тем не менее, мама и дочка друг о друге очень много чего знают и понимают. Если вы не хотите отвечать... Ну, они просто очень разные. Мужчина, который способен дарить мечту, который способен осуществить нечто невероятное, он не может быть послушным и поклазистым мужем. Из-за этого, наверное, было трудно. Опять же, кому что нужно. То есть есть разные женщины, и у них разные какие-то потребности. И, наверное, это ещё от возраста зависит. То есть в каком-то возрасте, наверное, тебе нужно всё время праздник и куда-то всё время. А потом проходит время, и ты понимаешь, что тебе уже нужно другого, и хочется какого-то другого качественного общения. Ведь в этом и залог, наверное, счастливых семей, когда вы вместе куда-то идёте. А если один идёт, а другой задержался на какой-то ступеньке, то вот это какое-то большое несчастье для того, кто здесь. Для этого-то нет. Наверное, вы назвали основную причину, почему иногда люди расстаются. Наверное, в их случае, может быть, случилась как раз такая невозможность. Невозможность в смысле? Ну, когда мама. Мама просто человек такой очень глубокий и такой развивающийся. А папа? Нет, папа он очень такой достаточно поверхностным был. Но я понимаю, что он выдающийся актёй. Нет, он и человек выдающийся, он просто для другого, правда. То есть таких людей мало. Он один для огромного количества людей. Он не уставал. И как это было... Ну, поэтому это закончилось тем, чем закончилось. Потому что всё-таки есть какой-то ресурс у организма. Его уход в этой жизни, это для вас... Ну, сейчас, если я начну про это, я точно начну рыдать. То есть это что-то такое, да. Это что-то, что даже близко сложно представить, как это может быть. Вот в этом фильме вы говорите о том, что после ухода папы вы поняли, что вы почти ничего о нём не знаете. Потому что мы не задаём каких-то нужных вопросов. Я думаю, что просто вот этот момент его болезни... Он сам-то про себя, мне кажется, не очень много чего знал и понимал, если честно. Он понял, когда его вынужденно лишили такого количества сил и энергии. И тогда он очень много понял, он очень изменился. Вопрос теоретический, чтобы исключить эмоции. Кто в большей степени, с вашей точки зрения, мужчина или женщина, отвечает за благополучие в семье? Женщина. Только женщина. Неужели вы считаете, что если случается развод... Виновата только женщина. Да. Вообще во всём виновата исключительно женщина. И нам, женщинам, очень сложно с этим согласиться, потому что это очень тяжело. Это правда, потому что вы говорите о том, что женщина должна быть каким-то сверхчеловеком. Она должна рожать детей, должна воспитывать, обеспечивать тыл, работать. И плюс ко всему предвидеть все сложности брака. А как вообще любовь к себе? Как вообще желание, чтобы её любили? Так а как же это одно-другое? Почему же ты исключаешь? Ты должен всех обиходить, ты должен всё предупредить. Нет, дело в том, что просто у нас общество очень эгоистичное сейчас. Мы очень много про себя. У тебя полное ощущение, что все должны вокруг, и муж в том числе, который пришёл с работы... А почему мы должны мужа, а не он нам? Ну, потому что это наша задача создавать... А почему не мужа задача создавать нам? Муж кормит семью, он добытчик. Это было когда-то, Ксения? Я думаю, что это правильно и сейчас. Может быть, это правильный посыл, но жизнь наша распоряжается иначе. Это мы так и распоряжаемся. Потому что очень многие женщины добытчатся в семье. Я за паритет. Нет, я нет. Мы сами себя очень сильно обкрадываем. Женщина может не работать, либо может работать чуть меньше. Но уделять больше внимания ребёнку и мужу, и себе в том числе, чтобы не быть такой вот дёрганной вечером и говорить, я тоже устала, а ты мне чего хочешь, чтобы я тут? Я устала, я работала. Ну не работай. А с другой стороны, я сидела весь день, я варила тебе, я убиралась, я сидела с твоим ребёнком. Я хочу... Вот такое тоже ведь бывает? Наверное, бывает, но это вопрос уже какой-то работы над собой. То есть, чего ты-то хочешь? Когда вы поняли, что от женщины только зависит благополучие семьи? Ну как-то в процессе нашей совместной жизни. Потому что мужчина так устроен, что он в принципе, всё, что он делает, он делает для любимой женщины. Вот всё, что он делает, он делает, ну как бы, вот все эти маленькие и большие подвиги, которые он совершает. Поэтому и он готов на всё. Ты только поправить, ты сформулируешь запрос правильно. Ты хочешь это? Пожалуйста. Вот это, пожалуйста. Это правильно. Не требовать. Требовать вообще. То есть, если ты у кого-то что-то требуешь, это возникает, у вас начнут требовать, это вызывает протест. А если ты как-то с любовью, с пониманием относишься к тому человеку, который рядом, с уважением. Вообще уважение, мне кажется, ключевое слово, и оно очень редкое сейчас. И ты получишь в пять раз больше в ответ, не требуя. Дай бог. А вообще, как вы думаете, можно соединить свою собственную жизнь и карьеру, живя, предположим, с таким выдающимся актёром, как Александр Абдулов? Вот вы готовы раствориться полностью в Егоре, чтобы ему было хорошо? Ну, ему не будет хорошо, если я полностью растворюсь в нём. Ну, как бы я перестану быть собой. Или вы перестанете ему быть интересной. Я про это говорю, я перестану быть собою. То есть, всё-таки, и он меня об этом всё время просит, периодически этого не делать. Чего, не растворяться? Не растворяться, да. А вам хочется? Ну, у меня есть такая тенденция к растворению. Или к тому, что ты что-то делаешь всё время для него, ради него. Ну, вообще-то, когда ты сочетаешь свою жизнь с карьерой выдающегося человека, значит, ты выбираешь между любовью к себе и любовью к нему. В принципе, нельзя же это совместить. Или вы думаете, можно? Ну, я вот, в общем, я живу с выдающимся актёром. Я в этом смысле, наверное, как повторила. Совсем он другой мужчина, нежели совсем другой, нежели мой папа. Они не похожи с папой совсем? Нет. И это прекрасно, потому что... Вот я хотела, постеснялась спросить. Это прекрасно, потому что я поставила себя, если мы говорим сейчас про маму, то есть мне бы было невозможно жить так долго, с какой-то период времени, да. Там вот с папой, например. Но я всё-таки такой семьянин. И для меня важна очень семья. И поэтому мой мужчина, он должен быть в семье. В начале 90-х мама с папой разошлись. И это вот, уже заканчивая эту тему, это для вас было тяжёлым периодом? Вы это предвидели? Предвосхищали? Нет, это такой внезапный был какой-то для меня внезапный момент. Мама готова была принять папу всегда и простить за многое. А прощать много было за что. И, наверное, ни одна женщина бы не смогла, она простила. И она готова была. Ну, там, я говорю, там есть просто определённое сочинение обстоятельств, которые уже просто... Не будем говорить. Таких просто дурацких обстоятельств. То есть почему-то эти обстоятельства случились, и два человека не соединились. Значит, наверное, так не надо было. Я, например, очень болезненна из-за того, что как раз я пережила развод родителей. Я там сих пор переживаю, видимо. Я ужасно, когда вот мои друзья, они, ну, там, разные ситуации, да, на грани какой-то чего-то, я жуткая такой, я сразу за детей. Я начинаю сразу их старательно соединять и просить подождать, потому что разрушить можно... Это самое простое, что можно сделать, разрушить. Но то, как страдают дети в любом возрасте... Вы же уже были взрослыми человеками. Ну, всё равно. То есть ты всё можешь себе объяснить и понять, но как бы это же... Тебе хочется всё время их соединить. Вам было лет 16 тогда, да, примерно? Да, 16. Я делала вид, что я не переживаю, но это же какая-то вещь, которая внутри... Я думаю, что мне бы было 30, где-то случилось, я бы переживала точно не меньше. Вернёмся к хронологии событий. Выбор вашей профессии, я имею в виду юриста. Это был ваш выбор или такой юношеский протест? Не хочу профессии родителей, а хочу профессии, насколько я понимаю, и бабушке была профессия, и дедушка, и тётя. Что это было? Эксперимент над собой, как вы это называли? Вот это, наверное, был тоже такой акт полного доверия маме. Потому что, как мне мама говорила всё время, она всё у меня... Ну, что я умная, и поэтому я должна чем-то толковым заниматься. Тогда мне показалось, что это был какой-то естественный для меня такой шаг, пойти в юридический. Поскольку я продолжала играть в театре по выходным, то это как-то он даже был такой запас, я учился в юридическом, а в выходные я выходила на сцену «Современника» в главной роли. И вроде как это, наоборот, как-то вообще прикольно. Подпитывало, да. Прикольно, да-да-да-да. Когда вы приняли решение поступать в школу-студию МХАТ, вы советовали с папой, с мамой? Нет. Я очень верю в свои интуиции. Просто у меня она такая железобетонная. Мне так было надо, что меня взяли зимой на второй курс. Меня Евгений Борисович Каменькович, до себя пришла, у меня была программа подготовлена. У меня просто очень много энергии. Если я что-то хочу, то вся энергия, она концентрируется в определённом, поэтому не взять было невозможно. В каком возрасте вы поняли, какой должна быть идеальная Ксения Альфёрова? Какой она должна быть женщиной? Какой женой? Во-первых, я точно не... От идеала я очень далека, скажем. Мне кажется, это вообще ужасно идеальный. Нет. Ну какой хочется быть? Или об этом вы никогда не думаете? Ну мне, наверное, мне хочется научиться любить по-настоящему. Ну вот, чувство любви к другому человеку, что я вот не до конца умею это делать. что всё-таки, ну как бы я дитя нашего века, а у нас так много как-то вот вот этого буквы «Я», которая нам очень мешает полюбить другого по-настоящему. То есть вы увидите его таким, какой он есть, и полюбите его за него, а не потому, что он нам что-то. В юности я знаю, что мама всё время хотела, чтобы вы читали какие-то хорошие книги. И насколько, я не знаю, правда или нет, пишут о том, что она очень хотела, чтобы вы как можно больше читали Тургенева Ивана Сергеевича. А вам хотелось быть Тургеневской барышней? Я как-то себе так это не формулировала. Ну это какое-то чувство собственного достоинства, и вот то, что было у меня всегда, целомудрие, наверное. То есть это что-то, что... То есть есть какие-то вещи, которые ты не можешь позволить себе сделать. Никогда. Я хочу вам сейчас прочитать. Умные люди собрали несколько цитат из Тургенева, и вот что получилось. В образе Тургеневской барышни. Мы будем проверять, насколько это похоже. Это замкнутая, но тонко чувствующая девушка. Я не замкнутая, но тонко чувствующая. Которая, как правило, выросла на природе, в поместье, без летворного влияния света и города. Ну уже не так точно. Ну, на самом деле, то, что я выросла в Новосибирске, да, во дворе, в какой-то степени. Чистая, скромная, образованная. Я образованная. Яркой красотой она не отличается, может восприниматься, как дурнушка. Но это вообще не про вас, поэтому мы пропустим. Мне кажется, я его очень даже могу, как дурнушка, восприниматься. Её черты. Огромная нравственная сила. Да? Наверное. Взрывная экспрессивность, решительность идти до конца. Это да. Это есть. Жертвенность. Да. Которая соединена с почти неземной мечтательностью. Правда. Правда? Да. Любит она упорно и неотступно. Это да. Это тоже так. Скажите, почему всё-таки ваш настоящий герой, я говорю не с точки зрения герой-герой, а просто герой вашей жизни. Егор Бероев появился достаточно поздно. Не было достойных людей, которые... просто действительно чего-то такого настоящего. За мной всё время кто-то ухаживал, и в меня всё время были пачками. Многие влюблены. Да-да-да. Это объективно. Об этом говорит Егор. Но это они же в меня влюблены. То есть я разрешала ухаживать за мной. Я вообще такая... Я могу как это... Мастер-класс «Великая Динамо-машина». Ну правда. Можно год-два за мной ухаживать, было и за ручку меня ни разу не поддержать. То есть до этого вы никогда не любили? Нет. Влюблённость и любовь это разные вещи. увлечения. Это совсем разные вещи. У меня вариантов выйти замуж было очень много. И они как бы все были такие очень какие-то почему-то такие... Как это? Олигархические? Ну, разные. Ну да, состоятельные достаточно люди были. Причём в разных что ли сферах. Молодые, интересные, всякие. Какие-то с которых туда пошла, сюда пошла. Егор вообще выбивался из числа тех, кто предлагал мне руку и сердце бесконечно. Но это он меня угадал, а не я его. А вообще вот... За что я страшно ему был... То есть я по сию пору страшно благодарна ему, что он меня угадал. Потому что он вообще увидел меня на экране. И он, увидев меня на экране, как он мне говорит, сразу решил для себя, что вот она. и добивался меня. А как вы определяете вот то состояние души, сердца, тела, когда в твоей жизни появляется человек, которого ты действительно ждала? Ну, во-первых, я это как-то сразу не поняла. Я не ждала. Не ждал. Я не ждала. Нежданный, долгожданный. Ну да. Я просто... Просто моя мама однажды мне рассказала про то, как устроена женщина в смысле внутренняя, про то, как важно себя беречь. Она говорит, пойми, вот я понимаю, что тебе сейчас очень хочется, ну там вот любви и ещё что-то. Но женщина так устроена, что в любых отношениях она отдаёт. И эмоционально, и физически. То есть мы так устроены, мы отдаём. И то есть если ты будешь отдавать себя большому количеству людей, то когда ты встретишь наконец-то того, который тебе предназначен, во-первых, ты можешь вопрос не заметить. Либо у тебя уже ничего не останется. То есть ты так уже всё раздала, и ты пришла ни с чем. А если ты сохранишь себя и вот как бы будешь копить вот это вот желание любви, вот это ощущение чего-то, то тогда ну как бы всё вот это достанется, во-первых, ему, и это хватит вам на всю жизнь. Значит, Ксения Алфёрова берегла себя для человека, который стал потом её мужем. Да. И мы переходим на «Ве он». Говорит о вашем муже Алексей Лондин. Егор, наверное, «Виолончель». Потому что мужчина. Егор настоящий мужчина. Виолончель, как правило, мужской голос, конечно, более низкий, он эмоциональный. И мы похожи в этом с ним, потому что в жизни мы довольно спокойные люди. Но в момент работы вот эта эмоциональность, она, конечно, берёт своё, и это очень хорошо. Он очень не любит дилентантизм. Избирательный, безусловно, и это очень хорошо. Мы все избирательные должны быть. Что касается сложности, может быть, у нас так совпало, но все сложности человеческие совершенно нормальные, мне кажется. Даже прекрасные во многом. репутация человека у Егора довольно сложного в общении. Да, серьёзно? Да, да. Хотя вот Алексей говорит о том, что все сложности прекрасны, но вообще-то все сложности трудны, вот они на той сложности. Вот когда вы встретили Егора в своей жизни, какие при знакомстве сложности вам показались в нём непреодолимыми, а какие прекрасные? У меня обманул. То есть? Нет, наоборот, он был совершенно... То есть, то, как он... Я не буду рассказывать, как, потому что это наша такая история, но то, как он ухаживал, как он добивал... Ну, то есть, как бы, грубо говоря, пути... Он мне не дал возможности никаких к отступлению. и... Вы начали говорить, как он... Я увидела Егора и потеряла мысль. Да, и всё, и потеряли до вечера. Я потеряла мысль. Вы сказали, что он увидел... Где он вас увидел? А, это была пресс-конференция, посвящённая выходу сразу нескольких сериалов. Это была «Бригада», «Московские окна», где я снималась, «Семейный тайна», где снимался Егор, ещё какого-то четвёртого. Моего брата играл его однокурсник и близкий друг. Он подошёл к нему, попросил познакомить, и всё. И дальше всё. Сразу? У него, да. Я как раз не была в него влюблен... Мне казалось, что я... То есть у меня такого... Какой-то интерес, он так настойчиво просто требовал моего внимания всё время. То есть не было у вас опять этого ахаха? Нет, у меня такого не было. А у него было изначально? Да. Это его первая любовь такая серьёзная? Не влюблённость, а любовь? Да. Да. Ну и у вас потом началась она так вот... Да это такая вещь, которая... Я думала, что началась сразу. Только я этого не очень поняла, потому что... Мне мама очень переживала, моя переживала страшно. Почему? Когда поняла, к чему дело идёт, и зная, ну как бы, видя просто, кто за мной ухаживает, машина за мной приезжает или ещё что-нибудь. Она говорит, ну он же актёр, это какой кошмар вообще. Ксения, вот же, вот же, вот же. Мам, ну мне с ним интересно, мне с ними неинтересно. То есть с ними, ну как бы... А почему интересно? Он очень интеллектуальный, он очень эмоциональный. Не знаю, но мне было с ним... И так я себе это формулировала, что у меня было ощущение, что я в 60-е годы попала. Но может быть, просто ещё на контрасте. Мне, видимо, нужно было, чтобы за мной ухаживали такое количество вот именно таких каких-то... Современных. финансистов, не знаю, там ещё кого-то, чтобы, что называется, почувствовать и разницу. Я ушла из такого мира юридического, в смысле, вот, где денежный знак. И он такой очень... Ну он другой совсем. А здесь какой-то... Живой такой. Мы гуляли, разговаривали, какое-то бесконечное количество... Что-то рассказывал мне всё время. Мне было интересно. Я поняла, что... Я думаю, что это-то постепенно же он так... А потом ты вдруг понимаешь, что уже как-то... Как это не позвонил. Каждый день звонил, а в один раз не позвонил. И все другие там... Ты решаешь, кому ты там позвонил, а не позвонил или ещё что-нибудь. А тут ты вдруг поняла, что... И ты уже переживаешь по этому поводу. Как это мне не позвонишь? Что такое? Уже какая-то зависимость возникает. И всё. Это хорошо? Ну тогда да. То есть какая-то... Отчеловечность. То есть хочется быть с этим человеком всё время. Ещё он сказал, что процесс вашего завоевания был захватывающим, как он выразился в одном из интервью. Что он имел в виду, как вы думаете? Вообще, это слова какого-то, как вам сказать, определение ухаживания такого азартного охотника, который должен обязательно добиться... Ну да, да, да. Это так. Ну то, как он придумал, как он это всё красиво делал, это, в общем, количество денег он на это потратил. И выдумка сама. Ну то есть как он это придумал, ход. Это было очень красиво и очень неожиданно. Я не расскажу. Через сколько времени после того? Очень быстро. То есть там такой был такой... Блиц-крик. Блиц-крик. То есть для меня, то есть я говорю, для человека, за которым можно ухаживать там пять лет и ничего. Вдруг там через месяц я поняла, что мы вместе должны быть, и всё. Вообще завоевание женщин и мужчин это удивительно приятный процесс, особенно для нас, женщин, когда вот действительно все силы, все эмоции... Ну и для него, мне кажется, это больше даже, потому что есть что вспомнить, что он называется. Ты понимаешь, какой ценой ему досталась эта женщина. А вот скажите... Егор, так ты должен продолжать меня завоёвывать. А вообще вот всё-таки появление Егора в вашей жизни, оно было каким-то выстраданным, закономерным. Или это было вот тем самым амоком, как говорит Лена Васильевна Образцова, это страсть, которая абсолютно бесконтрольна. Просто страсть, я не очень верю в страсть. В смысле страсть и потом долгие Вы страстный, эмоциональный человек, Ксения Александровна. Ну, страсть, я имею в виду, когда вы страсть, и что потом это вылится во что-то долгое, я таких случаев не знаю, если честно. То есть это какое-то другое качество отношений. А это оно, оно больше человеческое. То есть есть какие-то человеческие вещи, которые совпадают. Хотя, безусловно, наверное, есть какие-то, которые не совпадают, но глобально очень всё сходится, и это помимо тебя происходит. Ну, например, у нас у меня был такой удивительный совершенно педагог по речи, Анна Петровна. Она всем говорит, такая какая-то свободная, я даже не знаю, откуда у тебя эта свобода. И она жутко переживала, когда она узнала, что мы будем венчаться. Она говорит, ну, это же навсегда. И вот это слово, она говорит, ты понимаешь, что это навсегда. И она так как-то страшно это слово говорила, а я понимала, что меня слово навсегда, но вообще не пугает ни секунды, что это какой-то, ну, навсегда, да, навсегда. Ну, как-то, что это, а как по-другому? По-другому, может быть. Ну, для меня невозможно было по-другому. Но вообще, вот вы скажите, вот Егор тогда полюбил вас так сильно, что мог бы сражаться за вас до бесконечности? Или в какой-то момент вот его характер кавказский, нужно половина осетин, а кавказскому человеку иногда вот... Я думаю, что бы его только раззадорило. Его бы, я думаю, только раззадорило. То есть, если бы продолжались там ваши капризы, нет, 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 он не мог бы встать, развернуться и уйти. Ему нужно было всё равно каким-то образом... Я думаю, да, абсолютно. Добиться того, что он... Он мог бы встать и уйти, но это был бы ход с его стороны, чтобы я... Вообще, вот есть какая-то граница, где начинает доминировать гордость Егора Бероева, когда не стоит за неё, за эту черту каким-то образом переступать. Ну, он такой мужчина. То есть, вот вопрос уважения очень важен. У нас есть такой креугольный камень, который... Его нельзя перебивать. А я всё время перебиваю. То есть, я очень быстро думаю. Я уже... То есть, вот вы говорите, а я уже знаю, ну, как бы... То есть, я уже всё поняла, и я уже могу вам ответить. Или я уже поняла, чем... Ну, тогда ответьте мы на мой следующий вопрос. Да, значит, чтобы вы начали его задавать. Хорошо, я начну. Поэтому... Вы позволяете себе... Что? Вот иногда переступать вот эту границу... Нет, ну я же человек эмоциональный. ...чтобы почувствовать свою всё-таки власть какую-то. Ой, нет. Сознательно? Нет, нет, нет. Провоцировать как-то ещё что-нибудь. А зачем? Надо беречь человека рядом с тобой. Он такой... Нет. Мне хочется, чтобы мы как-то жили долго и счастливо, умерли в один день, и если я так буду его... Он и так очень на всё реагирует. Но всё-таки актёр-то очень хороший, а это предполагает подвижность внутренняя, очень нечувствительность. Поэтому если его ещё специально, то у него сердце не выдержит. А вы его бережите? Его надо бережить. Мне кажется, не очень, но надо больше. У вас ведь очень сильный характер, Ксения. А Егор сторонник, насколько я понимаю, традиционного брака, когда... Да, у нас потряга. Когда женщина подчиняется полностью мужчине. Вас это никогда не пугало? Слушайте. Слушаю. Вот в этом смысле кавказские женщины и восточные, у них очень правильное воспитание. И это гордость их. Они-то знают, поэтому эта гордость их никак не умаляет, что мужчина голова, а женщина шея. И мой муж Егор, он говорит, если со мной правильно общаться, по-женски, мягко, то из меня можно верёвки, в смысле, из него, видеть. И добиться всего, чего ты хочешь. Поэтому вот когда мне удаётся быть вот стопроцентно женщиной, такой вот мамой, женой, это не значит, что я не общественный деятель или не актриса. Когда дома, да, мягкой, где-то промолчала, где-то не заметила, где-то улыбнулась и как-то вопреки чему-то, и уже и он улыбнулся. И вот чем ты напитала его, то ты получила в ответ. Напитала вот такой энергией, и мир в семье, и покой. Женщина напитывает мужчину энергией? Конечно. Не наоборот? Нет. Нет. Вообще считается, что у мужчин нет самостоятельной энергии. И что вот эта женщина, она как источник основной, однозначный. То есть я понимаю, что он настолько умён, что он хочет даже не столько реальной власти, сколько ощущение того, что в какой-то момент он может её уступить в обмен на хотя бы формальное... Уважение. То есть должно быть уважение. То есть если мужчина, там, я не знаю, мы где-то на людях, если он что-то говорит или делает, даже если я с этим не согласна, а сейчас очень часто, ты часто встречаешь, и так глупо эти пары выглядят, когда жена вдруг начинает, ну, не знаю, спорить со своим мужем, например, у всех на глазах. Или как-то так... А вы никогда не спорите? Я так делала, помню, когда-то, но потом я поняла, что я увидела со стороны какие-то пары, намного симпатичнее, мягко скажем, выглядят пары, когда жена, ну, как бы молчит, грубо говоря. На его стороне как бы это должна быть. Всегда его поддерживать. Егор достаточно мудрый и умный человек, он сам понимает, когда он неправ. А Егор до сих пор должен всё-таки вас завоёвывать? Он всё время в каком-то, как вам сказать, в хорошем, но тревожном ожидании и незнании того, навсегда ли вы его? Нет. И причём, я помню, я эту дилемму для себя решала, мне один мужчина, взрослый, удивился со мной, он рассказал мне, что я неправильно одеваюсь, что надо ходить на каблуках, там ещё что-то, что как-то вот... и он мне рассказывал о том, что вот его жена, она, я знаю, что она в любой момент может, ну, вот как бы уйти от меня. И это вот правильно, что вот держать в таком... Я думаю, ой, надо тоже мне, значит, мне тоже надо так, как-то в каком-то напряжении держать. Ну, это так, это какой-то ужас, я просто не очень понимаю, как это надо делать, в каком-то таком, что мне надо делать-то всё время. Тайно по телефону рассказываешь, что надо делать для этого. Я помню, Егор, по-моему, спросил, он говорит, ну, это какая-то глупость, потому что... Ну, это какая-то глупость. Вы говорили, что это век какой-то немножко инфантильных, больших детей, которые больше думают всё-таки о своих интересах и меньше о своих обязанностях. Вот когда вы решили пожениться, вы понимали вот всю серьёзность? Вы были уже взрослыми людьми, понимали всю сложность дальнейшей жизни супружеской? То есть вы взрослели во время брака? В процессе, да. В процессе? Вы много открывали для себя нового? Мне кажется, у нас в нашей семье основной груз ответственности за благополучие, что ли, вот такое даже материальное благополучие всякое лежит. Вообще я не очень, даже, как он с этим совсем справляется, на Егоре. Потому что я в этом смысле избалованная им женщина. то есть я не знаю, сколько денег у нас есть, там, много их, малых. У нас всегда вкусная еда, и как бы его и женщины в его семье, они должны быть, у них всегда должно быть всё самое лучшее. Там счета, какая-то такая вещь, которую, наверное, обычно женщины это всё ведут. Как вам повезло? У нас это, да, очень. То есть я вообще, потому что у меня как-то с цифрами не очень. И я чуть не то там наведу. Ну, то есть нет, если бы, конечно, НАТО было, я помню, как-то он снимался, и долго он не мог, потому что обычно он старается приезжать, и его не было какое-то время долго. В школу, что ли, пошла Дуня как раз. Я вдруг, когда, я когда начала, я вдруг поняла, осознала вообще, что для меня делают, я думаю, боже мой, какой кошмар. Как прагматично-то вы говорите. Нет, это я вот про эту часть говорю, как ему тяжело. А про другую часть? Даже в такой части. А про другую часть, когда его долго нет. Да это я про это даже не говорю. Это какой-то... Это я не люблю, когда его долго нет. Ну, даже... Это я сейчас говорю не про себя, а когда я вдруг осознала, как много всего на нём... То есть если я ещё буду требовать дальше, а не благодарить и создавать атмосферу, то вообще зачем я нужна тогда? Я не очень понимаю. Ну, фактически мы перешли к теме вашей семьи. Да. Алексей Лундин. Опять Алексей Лундин. Конечно. Как наш самый близкий, в общем, друг, да, это естественно. Ксении отдельно от Егора невозможно сказать, потому что они вместе. Не будем отливать её от Егора. Жизнь и так, в общем, делает всё, что мы чувствовали себя. По-разному. Они семья, они идут по жизни рядом, у них есть совместное дело очень большое, и у них совместное дитя. Есть традиции, что они никого не приглашают на дни рождения, например. Просто все приезжают. Ну, традиционно вкуснейший пирог готовит мама Егора. Мы традиционно... Я ей что-нибудь играю на скрипке. И традиционно мы выпиваем. Всё примерно так. Кусто вино, да. Всегда у нас очень вкусно вино. Почему он сказал, что жизнь и так делает всё, чтобы мамы ощущали себя по-разному? Он прав? Вас с Егором жизнь чаще разделяет или всё-таки соединяет? Ой, мне кажется, нас можно разсоединить, только если мы сами дадим это сделать. Что слишком мы как-то друг без друга уже невозможны в том виде, в котором мы есть. Я, например, знаю точно, что если бы не было Егора, то я бы... Я не знаю, чем я сейчас... Ну, как бы, наверное, была бы артисткой, что-то там такое делала. Потому что я... Мне кажется, человек достаточно ленивый или инертный, не знаю. Но то ли мне хочется ему доказывать что-то бесконечное и показывать на какой-то вот... Ему именно. Потому что я говорю, все вот такое, а ты один, который меня никак не похвалишь, а все меня хвалят. Ой, ну почему я должен тебя хвалить? Всё время. Говорит, что ты... Ну, то есть мне важно очень именно Его какое-то признание. Потому что нам всем не хватает вот этих... Нет, признание, да, чтобы... Своего близкого человека. Он признал. Все признали уже давно. Уже давно, это понятно. Это вроде как мне не важно, а вот чтобы он признал. Ваша подопечная, теперь, я так понимаю, и подруга по фонду. Ирина Гаврилова рассказывает. Послушайте. Они очень как-то физиогномически друг к другу подходят. Очень красивая пара. Вот. Они такая очень гармоничная пара. У них даже какие-то там их итальянские, страсти. Они все, ну, как бы, они подходят друг к другу, как две половины. Людей тоже сложно формулировать, на самом деле. У них столько любви и друг к другу, и направлено в мир. Вот. Конечно, это как и в каждом союзе есть работа, но, в общем-то, они готовы эту работу делать. Ксения, она просто очень такая горячая, и она очень активная. Но я бы не сказала, кто из них локомотив, потому что Егор, он делает свою мужскую работу. Может быть, она менее экспрессивна, но Егор, он такая большая стена для семьи. А Ксения, у них вот вообще абсолютно такой идеал семьи для меня в христианском плане, потому что Ксения, она такая вот хозяйка дома, при этом очень активная социально, вот, но являющаяся надежным тылом для своего мужа. Вот. А все-таки, если говорить про страсть, вот страсти вот такие вот, это союзник или враг вот в семейных отношениях? Вот такие экспрессивные. Нет, страсти вообще. Страсти. Страсти – это вообще грех. То есть это всегда враг. У нас, мы просто эмоциональные люди, и есть какая-то невозможность иногда чего-то вот. И ты. Но мы в свое время нам, опять же, вот наш отец Алексей, потому что у нас так получилось, что наш духовник – это наш… Мы искали, то есть мы поженились, а потом мы решили, что мы будем венчаться, и мы искали батюшку. Он нам дал книгу. И вот там была как раз про ссоры, как важно ссориться. Это важно, что нельзя бояться ссор и необходимо ссориться. Потому что только в ссоре возможно, ну, как бы, выяснить, дойти, ну, как бы, до сути, там, противоречий каких-то. Потому что ходить и держать в себя, идутся, но можно дадутся до развода, потому что, ну, как бы, уже это будет невозможный диалог. То есть вы выбросить… Сразу проговариваете. Выбросить, выбросить, а дальше говорить, говорить сначала… А ведь сколько у нас в жизни происходит? Бывает ведь в семейной жизни и какое-то разочарование, предательство, равнодушие, измены. Всё это бывает в жизни на протяжении, потому что она слишком длинная. И вы всё это должны проговаривать? Да. Вас это не пугает? Нет. Ну, мы всегда обо всём говорим. Там проесть, грубо говоря, плешь человеку на… Ну, дойти, ну, то есть достать его. Я лучше достану его уже, а-а-а, я могу больше с тобой разговаривать. Но мы… Нет, ну вы должны, мне как кажется, вы должны быть очень ревнивым человеком. Я? По сути, да. Ну да, наверное, я ревнивая. Я собственница. Да, это правда. Я такой, я собственник. А он такой красивый. Ну, я как-то теперь уже знаю, что… Не знаю, что… Ну, какие-то были разные просто моменты. Ну, я даже не знаю, что это должна быть за женщина, если честно. Не потому что я такая хорошая. Тут вопрос не в моей хорошести, но я гожусь ему, а он годится мне, и мы вместе, благодаря нашим каким-то несовершенствам, мучимся чему-то, и благодаря этому, собственно говоря, и движемся вперёд. Как вы думаете, вот обряд венчания, это действительно гарант того, что что бы ни происходило, брак останется? Ну, тут вопрос веры важен, то есть это тоже мир ответственности. Но я думаю, что в нашем случае да, потому что есть какое-то понимание того, что ты это сделал, и сделать навсегда, то, что вот это развенчаться, но это бред, это так не бывает. Но это с одной стороны, понимаете, может быть, брак-то венчанный не разрушится, а душа, если что-то произошло, действительно, ведь в жизни всякое бывает. Мы все имеем право на ошибку, и мы должны прощать. Ну, то есть если мы хотим, чтобы простили нас, мы должны прощать. Вам часто приходилось за что-то прощать Егора? Нет, не часто, но, наверное, приходилось. И это просто какой-то долгий процесс. То есть ты же... Ну, просто должна понимать, что тебе важнее, что тебе дороже. То есть либо... И что потом? Либо все-таки максимально пытаться сохранить. Теперь я точно знаю, что когда тебе удается это, то награда, которую ты получаешь, она ни с чем не соизмерима. Вы говорите о чем-то конкретном, я не спрашиваю, но когда вы говорите, теперь я точно знаю. То есть был какой-то момент... Ну, прожито какое-то количество лет достаточно. Оно маленькое, на самом деле. У меня такая цифра... Ну, это 13 лет, получается? 14. 14 лет. Но это серьезно. Достаточно большая. Да. Для того, чтобы много разного чего через разные какие-то этапы пройти во взаимоотношениях. Поэтому я имею право про что-то говорить. И знаю наверняка. И, в общем, действительно многое зависит от женщины. Действительно от женщины. И я это... Даже если что-то происходит очень нехорошее, то значит, ну, либо ты допустила это, либо... То есть это возможность исправиться, возможность понять и стать лучше, а не рвать волосы и говорить, а за что мне это? Не за что, а почему-то. То есть это почему-то случилось. Или зачем-то. Зачем-то, почему-то. И со временем... Как правило, очень короткий промежуток времени должен пройти, ты вдруг понимаешь, что именно это было правильно. И чтобы не было бы этого, а значит, не было чего-то более хорошего. Семь лет вы прожили без Дуни, пока она не появилась в вашей семье. А вот что изменило в жизни её появление? И как изменился Егор с её рождением? Он не ревновал вас? Он очень такой хороший папа. Он хороший воспитатель? Но он строгий. Учитывая, что и я строгая, и он строгий, то бедный наш ребёнок, и мы оба требуем. И я уже говорю, Егор, ты давай балуй. Хорошо, с кем, дочки, бедные? Всё разрешается, ничего не запрещается. Представляете, какой кошмар. Кошмар. Дуня просто очень сильный характер. Поэтому я понимаю интуитивно чисто, что её надо периодически. Она просто очень сильная. То есть она, в принципе, я думаю, фору нас даст нам обоим. Вы внутренне всегда говорите, мы или я? Раньше я. Теперь больше мы. В каких-то ситуациях мы. А почему вы фонд назвали «Я есть», а не «Мы есть»? Ну, потому что это я. Я. Вот один человек, вот он, например, Кирюша из интерната восьмого. Я есть. Я это сильнее. Вообще, да. Мне кажется, что... Касательно наших детей. Но мне кажется, что в благотворительность очень часто вкладываешь гораздо больше сил, чем даже в свою семью. Вы ведь главный инициатор этого дела. Нет, мы вместе. Вместе? Для него это так же валютно? Да. Просто он всё-таки кормилец. Я имею такую наглость сейчас не зарабатывать денег, а заниматься этим делом. Потому что им не заниматься уже нельзя. Наш батюшка очень переживал. Страшно переживал за нас двоих. Он говорит, вы понимаете, что если вы начали этим заниматься, то вы не можете закончить однажды. Может быть, вы будете поменьше, ну, как бы потихоньку, но всегда, чем вы сейчас. А потом вдруг, ну, есть такой момент, да, усталость или там перегорание, или ещё чего-то. Вот. Ну, пока. Ирина Гаврилова рассказывает о фонде и о вас. Мы познакомились на мероприятии фонда. Ксения сама подошла ко мне и попросила писать дневник об особенной малышке. Так совпало, что Маша практически ровесница создания фонда. То есть вот создали фонд, родилась Маша. Я замечаю, да, что общество повернулось, в принципе, к особым детям и к семьям с особыми детьми. И с нами хотят общаться и хотят встречаться, хотят дружить. Очень важно то, что сами Егор и Ксения присутствуют на всех мероприятиях. То есть, наверное, суть их работы в фонде правильнее всего отразил Акунин. Акунин, сказав, что Егор и Ксения – это не лицо фонда, а не мясо фонда. Это действительно так. Потому что мало того, что они присутствуют на каждом мероприятии, они открыты к общению. Это какое-то чудо, что у них столько энергии и сил. Наверное, просто большой духовный стержень позволяет просто таким образом построить свое время, свои силы, чтобы быть одновременно в нескольких местах. Ну, вообще сейчас, конечно, заниматься благотворительностью модно. Я не знаю, хорошо это или плохо, вот это слово. Это чудесно. Это мода правильная. Это чудесно. Но вы выбрали ведь самый нелегкий путь, понимаете? Вы не только лицо фонда, вы не только спонсор или мясо фонда, как говорит Акунин, вы же фактически волонтеры. Вы занимаетесь непосредственно, как я понимаю, вот этими особенными детьми во всех сферах. И в образовании, и в медицине, и во всем. Вот скажите, как вы думаете, почему у вас такая сильная потребность в гиперопеке других? Уменить гиперопеки как раз. Когда судьба нас свела, мы просто там нам рассказали об одной беде, мы сначала деньги собирали на операции, и это оказалось очень просто. То есть люди нам с такой готовностью эти деньги давали, потом нам сказали, что надо там срочно крышу чинить в коррекционной школе восьмого типа. Это как раз школа для такого рода детей, интернат в Владимирской области. И это какой-то мир вдруг открылся нам, неведанный людей, которые вместе с нами, почему-то Господь живет, мы вместе все живем, но мы почему-то так их... Это вы с Егором говорите, да? Да, да, мы с Москве и Егором. Он по-другому объясняет вот это вот ваше стремление, желание, или как бы это сказать, действительно вот ощущение, что вы должны опекать всех. Послушайте. То, что я понимаю в работе нашего фонда, я понимаю в первую очередь через нее, через призму ее знаний, увлечений и ее вот какой-то этой женской материнской эмоции по отношению к этим детям. Мы привыкли к тому, что благотворительность – это так называемые короткие вложения. То есть как бы мы лечим детей, мы раньше лечили детей. То есть это вот как бы мы собираем какую-то сумму на лечение ребенка, отправляем его за границу, и в общем через полгода уже есть какой-то результат. То, чем занимаемся мы, то, чем занимается Ксения – это длинные деньги, это длинное вложение, это вложение в будущее, это то, что нельзя увидеть результат в ближайшей там какие-то перспективе. Это вклад в общество, и не всегда люди это понимают. Поэтому Ксения выбрала сложный путь, да. Валь Труист в какой-то степени, да? Я не знаю. Я просто умная, мне кажется. Я вижу проблему, я знаю, как ее решить. Вот Маша, Маша – это как раз Ира Гаврилова дочка. А, понятно. Это с папой она, да? Это Егор. Егор? Да. Не узнала. Просто Маша – это вы что, это такая любимица всех. Наши Маши… У нас, опять же, это вот, я не знаю, я просто, правда, искренне не понимаю, за что мне… Ну, как бы, почему меня так любят. А для меня очевидно, что меня очень любят там наверху. Потому что мне дают одни сплошные… Маша, у меня сейчас держалась, держалась всю программу. Ну, потому что тот мир, в который нас погрузили, те люди, вот эти дети… Что-то меня Маша выбила из состояния равновесия. Ну, они действительно… Это вот Егор правильно однажды это сформулировал где-то, что это не мы им нужны, а они нам нужны. То есть они, грубо говоря, фактом своего рождения уже какую-то миссию свою личную выполнили. Там для своих родителей как минимум. Они сделали их… Тех родителей, которые там остались с этими детьми. Они, ну, как бы, за духовное спокойствие, то, куда попадут они вместе с родителями, это можно быть уверенным. И мы лишаем себя этих людей, потому что вот, там, не знаю, синдром Дауна. Вот Маша, у неё синдром Дауна. Причём у неё не одна, а две хромосомы дополнительные женские. Она такая супер-женщина. Это же люди вообще какие-то сказочные такие, инопланетные в том смысле, что они такие вечные дети вот в той чистоте искренности восприятия. И поэтому это то количество любви, которое ты получаешь в обмен, ну, как бы в ответ, что ли, на то, что ты что-то делаешь, это вообще ни с чем сравнить. То есть это невозможно нигде в другом месте получить. И, как всегда, в конце программы я прошу вспомнить вот один или два вот каких очень острых моментов вашего личного счастья. Ну, мне нравится со стороны очень смотреть. Вот когда я вижу, например, вот мы дома, и вот Егор, и Дуня, и вот там она сидит у него на коленях, он её объимает и что-то такое, то я понимаю, что это счастье. Ну, для меня это какая-то бытовая вещь, но она какая-то такая, да, ежедневного счастья. Вот. Ксения, спасибо большое. Вот, понимаете, жить правильно всё равно гораздо труднее и гораздо мучительнее, чем жить так, как хочется. И потому что правильно жить – это всё-таки всегда ограничение. Это всегда внутренняя несвобода, всегда гипертрофированное чувство долга и умение понять и простить, даже если от этого душа болит. Бывает так. Вы стараетесь жить правильно, и я за это вас бесконечно уважаю, уважаемая Ксения Александровна. Но главное, пусть всё-таки будет уважение, восхищение, любовь того человека, кого вы любите, и какому человеку вы служите. Спасибо вам. Настоящая семья, которая у Егора с Ксюшей, и тема прекрасна, что ты можешь быть самим собой, оставаться один, и в то же время чувствовать поддержку и дружбу. Продолжаются те традиции, которые сегодня с каждым днём всё труднее и труднее сохранять. Серьёзного, тщательного отношения к профессии, к жизни, к поведению. Это как некий такой водоворот, который втянул в себя Егора и Ксюшу. Я вот не знаю, откуда Ксения и Егор при их сумасшедшей занятости берут время, но очень благодарны им за то, что они это делают. Это момент испытания для человека, потому что если у него нет достаточной устойчивости, глубины и не на что опереться, его просто вот может перемолоть. Ребята выдержали, не просто выдержали, а продолжают это делать. Огромное дело. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова